Итак, мы начинаем 38 занятие, 38 урок Торы на Подоле и продолжаем мы изучать книгу Рамхаля Рамушаха Амлуцата «Путь Бога». И в тот раз мы изучали, как он управляет всем мирозданием, как устроены небесные суды. И принцип работы небесных судов такой же, как принцип работы судов земных. Ну, опять же, в то время, когда жил Рамхаль, это было более понятно, то есть был царь, да, был царь. Царь обладал неограниченной властью, и это метафора как бы Бог, который обладает неограниченной властью над всем мирозданием. Теперь есть, ну, в наше время есть законодательные органы, да, там парламент, кстати, но в то время законодательных органов не было, потому что сам царь, он устанавливал законы. И дальше было интересно, был такой кодекс Хамурапи. Был какой-то царь Хамурапи, вот царь Хамурапи решил, будет так, потом решил, что будет так. Но интересно, что любые цари, они советовали с советниками. У царей были советники. Если это был умный царь, он посоветовался с одними, с другими, то есть всегда были такие вот специальные умные люди, которые назвали советники у любого царя. И дальше царь должен был решить, кого из советников слушать. И вот тут вот была мудрость царя, кого из советников слушать. Интересно, я недавно рассказывал историю, вот буквально пару дней назад, о восстании, восстании против царя Давида, его сына Абшалома. Значит, царь Давид, ну, это был один из самых великих праведников за всю историю мира. Он жил при этом очень тяжелой и сложной жизнью, царь Давид. И у него, среди прочих его сложностей, была одна сложность, которая написана была, что она, эта сложность, она сложнее даже, чем война. Что за сложность, которая сложнее, чем война? Война, это сложность, когда в доме идет непорядок с детьми, когда есть война в доме, это сложнее, чем война, война как война. И у него в доме действительно была сложность. У него один из его сыновей Абшалом, он восстал против своего отца, хотел захватить власть. Значит, у царя Давида было 18 жен, и практически все его жены, это были дочки царей тех государств, которые он захватывал. В Торе написано так, что когда ты выйдешь на войну и увидишь женщину красивым видом, ты можешь ее взять в жены. Но царь Давид, он это, ну, видел как заповедь, ему казалось, что это именно так надо сделать. И он, значит, брал в жены этих дочек царей, то есть у меня есть специальная процедура, как она проходит дьюр. То есть в этом случае, если ты ее захватил на войне, она должна месяц просидеть у тебя в доме с обритой на лысо головой, оплативать папу и маму, ты заходишь за нее, спотыкаешься, и потом ты можешь взять ее в жены. То есть, чтобы первое вот это очарование там на поле боя, вот она такая красивая в платье, прям в Торе написано, нет, пусть она снимет это свое парадное платье, и, значит, сидит у тебя в доме с обритыми наголо головой и с ногтями. Причем спор есть наших мудрецов, Раши и Рамбан, спорят, что значит с ногтями. Один говорит, что с ногтями, имеется в виду, пусть не стрижет ногти, тогда это некрасиво. Второй говорит, нет, наоборот, что когда она, ну, они когда старались быть красивыми, они отпускали длинные ногти, а с ногтями, имеется в виду, состридее ногти, ну, чтобы не было у нее красивых ногтей. То есть вот по этому поводу разошлись. И вот она должна 30 дней сидеть, оплативать папу и маму, лысая, с ногтями, или с такими, или с такими, и после этого ты можешь на ней жениться, если захочешь. Ну, вот у царя Давида была одна из таких жен, дочка царя Гашура. Такое было какое-то государство, Гашур, вокруг Израиля, были маленькие царства, гняжества. И вот он на ней женился. И от нее родился сын Абшалом. Абшалом был очень красивый внешне и очень плохо воспитанный, потому что в основном ребенка воспитывает мама. Мама все-таки, она была по своей сути, она была, ну, такая, видно, не очень хорошо тоже воспитанная, если она воспитала такого сына, который хотел восстал против отца. Значит, Абшалом поднимает восстание, и царь Давид вместе с 400 своими ближайшими соратниками, да, у него был такой отряд спецназ, это его были соратники, 400 человек, он убегает из Иерусалима. Было неожиданное это восстание, и он убегает из Иерусалима и оставляет, у него было 18 жен, и были еще наложницы. Наложницы это как жена, только без брачного контракта. Но это были как жены такие. И он их оставляет, и тут, значит, советник этого Абшалома, а советник Абшалома, это был один из советников царя Давида, который перебежал на сторону его сына. Ему говорит, значит, для того, чтобы ты не было дороги назад, и показать, что ты даже сильнее, чем твой отец, значит, пойди и этих всех наложниц возьми себе. А это, как бы, ну, уже такое преступление, которое, ну, уже никак нельзя. Это такое оскорбление прямое царя, там, ну, и так далее. И он говорит, отрежь пути к отступлению, значит, чтобы народ понял, что это серьезно, и уже те, кто на твоей стороне, ну, то есть, чтобы не было обратной дороги. Это как Юлий Цезарь сжег корабли. И вот этот советник, который перебежал на сторону Абшалома, дает ему такой совет. Абшалом, значит, ну, он красивый такой, видно, глупый, как-то с длинными волосами он был такой. И он, значит, идет и делает. Обратной дороги нет. Тут, значит, один из советников царя Давида тоже переходит на его сторону, другой. Но он перешел на его сторону с целью помочь, наоборот, царю Давиду. Значит, и он ему говорит... А, и тут ситуация такая. Царь Давид 400 человеками убежал. Этот ему советует, срочно хватая там всех своих людей в погоню, догоняй его и убивай, вот этот вот злодей-советник. А этот, который перешел на сторону Абшалома, но именно с хорошими побуждениями, он ему говорит, нет, говорит, так делать не надо, это неправильно. Правильно будет собрать армию, дать царю Давиду отдохнуть и победить его в честной борьбе. То есть, ты победишь, тогда весь народ скажет, что ты настоящий царь. И этот Абшалом, вот у любого царя, у него есть всегда советники. Один советует тот, другой другой. И царь должен выбрать, кого слушать из советников. Значит, Абшалом послушал второго советника, который был засланный. И дал царю Давиду перевести дух, собраться с силами, собрать подкрепление. И начинается война. Значит, в этой войне царь Давид говорит, ну, воевать-то мы по-любому будем, но Абшалома не убивайте. Все-таки он мой сын, не убивайте. И вот в момент, когда армия царя Давида побеждала, как раз Абшалом с этими длинными волосами скакал по лесу, запутался волосы в ветках, и он повес на ветках. И догоняет его военачальник царя Давида и убивает его. Убивает его, потому что говорит, потом он как объяснил царю Давиду, он говорит, это невозможно его уже не убить, потому что он восстал на царя, есть законы, по которым Бог сказал царю, что царь это единственный, кто уже не может простить неуважение к себе, потому что царская власть, это как власть Бога. И ты не можешь, уже нет твоей праве, там, отец сыну может простить неуважение к себе, хотя Бог сказал сыну уважай отца, но отец может сказать, а я в этом случае там прощаю, у него есть право простить. Но царь не может простить, царь не может простить неуважение к себе, и военачальник выполнил закон, убил этого Абшалома, и у царя Давида была очень такая тяжелая судьба. То есть у него несколько детей было убито, Абшалома убили, потом один из сыновей, который у него родился от Батшевы, там была очень тяжелая история с Батшевой, этот сын умер еще маленьким, ну то есть у него была очень тяжелая жизнь, у царя Давида, при этом он был один из самых великих праведников. И вот значит мы сейчас здесь опять же возвращаемся к тому, как Бог управляет миром, и написано здесь в книге «Путь Бога», что написано, что небесный суд, он похож на земной суд. Есть Бог-царь, есть много разных уровней судов, и каждый, это мы изучали на прошлом занятии, каждое действие человека, оно судится, проходя через всю эту систему судов. Значит, и по вот этому устройству небесных судов управляется мир истиной. То есть очень важно, все идет очень четко. То есть есть каждое действие, все замеряемое, это такая вот очень четкая система, компьютерная система, где каждое действие имеет удельный вес, все замеряется, и значит Бог присутствует во всех этих судах. И дальше он продолжает. Но ты должен знать, что не похоже не похоже на небе то, что происходит, на то, что происходит на земле. Что имеется в виду? Только что он говорил, что на небе точно как на земле. А сейчас он говорит, что не похоже. Так он продолжает. Похоже только по порядку, по устройству. Что есть по иерархии. Но как оно все делается, это не 100% оно одинаково. Потому что в материальном мире, в материальном мире все устроено по устройству материального мира. То есть надо из этого исходить. А в духовном мире все устроено по устройству духовного мира. И когда мы это уподобляем одно к другому, надо все-таки понимать, что оно в чем-то схоже, потому что мы можем оперировать только понятиями материального мира. Но вот если мы начнем представлять, что тут царь сидит, тут эти сидят, это все не так. Я так думаю, что самое близкое представление о том, как происходит там, это когда вот в «Матрице» фильм, и там есть такой момент, когда бегают циферки, вот бегают циферки, все это цифры, 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 то есть в нашем понимании, ну, когда мы смотрим на экран, мы тоже видим картинку, но на самом деле там сигнал, какой-то двоечный сигнал, я так и не разобрался, как работает компьютер, вот сколько раз мне пытались объяснить этот двоечный сигнал, принцип, и как может на процессоре там маленького размера умещаться такая мощность, и как оно может сейчас на жестком диске умещаться там, я не знаю, 5000 фильмов в маленькой коробке, как? То есть мне непонятно, а как может фильм передаться по воздуху, когда есть, ну, этот Wi-Fi интернет? Да, то есть он, компьютер ни к чему не присоединен, значит, где находится этот фильм? И я сижу смотреть, могу там фильм или закачивать, в котором там чуть ли не 3D, эффекты, там люди разговаривают, как? Как он зашел в компьютер? И он, мало того, он заходит, вот именно сейчас, например, я смотрю фильм, и он в этот момент, он заходит, откуда он заходит, куда он заходит, откуда он выходит, как он попал? Вообще, представляете, фильм хранится где-то там на сервере в Америке, но я сейчас, вот компьютер, да? Компьютер это как бы я, это в телевидении, это мне передают сигнал, а тут я сижу, значит, написано там название какой-то фильма, я нажимаю кнопку, выбрал этот фильм. Он этот фильм где-то находит, и по воздуху его, ну, вначале он идет не по воздуху, он идет по каким-то там, и как он идет? Ну, вот, если вдуматься, фильм идет час, значит, это целый час, какой-то ручеек циферок течет откуда-то сюда, и он нигде не теряется, этот ручеек, он в воздухе не теряется, да? То есть он в этой комнате, он же должен как-то не прерываться, потому что если он прерывается, интернет, то все, ручеек прервался. Бывает, потом, значит, интернет восстановился, оп, ручеек опять потек, и он не, представляете, все это по воздуху не падает, то есть ручеек, если была бы там хоть какая-то материальность, он должен был бы падать, правильно? Сила тяготения земного. Если бы там была в этом Wi-Fi хоть какой-то вес, ну, какая-то, как бы, реальность, да, он бы падал. Или его можно было бы остановить, знаете, эта штука, остановить свой Wi-Fi, да? Но Wi-Fi не останавливается книгой, значит, там нет материальности. Или там есть какая-то материальность, которая проходит сквозь книгу? Или не мог? Ну, это не все материальность, просто это можно пощупать, а то ты пощупать не можешь. Поэтому тебе кажется, что это не материальность. На самом деле... А там материальность проходит сквозь книгу? Да, это точно такая же материальность. И они сбываются. Просто, понимаешь, что активное ощущение визуализации, которая привычна нам для восприятия, в данном случае работает исключительно на уровне сознания. Или ты понимаешь, что это материально к тебе пришло? Ну, в общем, мне легче не стало. Если я не понимаю, как идет ручеек, то твое объяснение мне оно никак... Да, да. Значит, и поэтому говорит Рамхаль... Говорит Рамхаль, давайте Рамошахам Лусата, он объясняет, что он говорит, что хотя мы представляем, что там есть порядок, но этот порядок, он не материальный порядок, как мы здесь привыкли смотреть. Теперь дальше. И вот он пишет, что еще есть такая деталь, очень важная, что Бог, он установил обвинителя. И этого обвинителя зовут Сатан. Сатан это специальная такая радиостанция, которую зовут Сатан. Как написано в книге Йов. То есть, как работает Сатан, мы точно знаем из книги Йов. Есть история про Йова, что был Йов, он был праведник, у него было все хорошо, много сыновей, много денег, он был один из самых богатых людей мира того времени. И Сатан, значит, это известная книга из Торы, значит, Сатан говорит, конечно, у него все хорошо, вот если бы у него было плохо, он бы против тебя восстал. И Бог говорит Сатану, ну, давай, говорит, попробуем, поиграем в эту ситуацию. И Сатан начинает ему делать Йову всякие неприятности. Начинает Йову делать неприятность за неприятностью. Вот это как раз обвинитель Сатан. В итоге Йов сидит, у него умерли все, не дай бог, ну, все у него умерли. Он потерял все деньги, рубичи пепелища. И приходят к нему трое его друзей его утешать. И вот между ними идет разговор. И в этом разговоре, эта книга такая каббалистическая, скрыты все тайны вот этого вот устройства, как Сатан обвиняет, как эта вся система происходит. И Йов говорит, а я все принимаю, я все принимаю. Ну, в итоге Бог говорит, видишь, Сатан, ты проиграл. Он как был праведник, так и остался. И к Йову все возвращается. Теперь, значит, здесь нам объясняет Рамушака Млацата, что Сатан присутствует во всех судах. И его задание, у Сатана есть конкретное задание. Он во всех судах, он присутствует. И у него, значит, задание его пробуждать суды вот эти вот. И требовать человека, которого судят. То есть, он прямо его обвинитель. Он говорит, надо его судить, надо его судить. Причем, и, значит, Бог, он никогда человека не цепляет, не начинает судить, пока этот Сатан не начинает его обвинять. Хотя все грехи, они открыты перед Богом, но в этом как раз и заключается его все устройство системы, что Бог сделал систему все справедливо, очень справедливо. Но он в эту систему добавил элемент, который называется милосердие. Он ждет. Он ждет, когда грешник исправится, и он не включает сразу наказание. Теперь Сатан начинает обвинять, но за то время, которое прошло между преступлением и обвинением, и наказанием, у человека есть возможность исправиться, сделать добрые дела, сделать шву, раскаяться, ну и так далее. То есть, в этом и заключается милосердие Всевышнего, но при этом сохраняется истинность модели, то есть, что за каждое действие есть наказание. Если не сделать раскаяние, то по-любому оно наказанием приходит раньше или позже. И значит, Бог сделал так, что Он установил так законы, и установил так правила, значит, когда этот обвинитель будет обвинять. И это то, что сказали наши мудрецы, упомянутые к добру, что Сатан, Он обвиняет во время опасности. Что имеется в виду? Значит, вот сейчас, например, сейчас опасное время. Сейчас время, которое, вот сейчас идет время, от 17-го тому до 9-го аула, это три недели, которые называются между теснин. Между теснин, значит, это время, когда Бог выводил евреев из Египта, и в это время они отказались зайти в землю. Сделали золотого тельца, значит, ну, делали кучу преступлений. И Бог, самое главное было преступление, когда они 9-го аула не захотели заходить в землю Израиля, пришли разведчить, и они сказали, мы не хотим. И Бог сказал, что вы сегодня плачете просто так, теперь во все поколения вы будете плакать, и будет у вас причина. И если мы посмотрим все самые страшные события, которые происходили с еврейским народом, то все это было всегда вот в эти вот три недели. Начало Первой мировой войны, изгнание из Испании. Даже интересно, что когда отдавали вушкатив, и Шарон не знал это, за год было решено, назначили день отдавания вушкатива, выпало на 9-го аула, как раз на этот день. В этот день были разрушены Первый Иерусалимский храм, Второй Иерусалимский храм, и все-все-все вот эти страшные самые вещи были как раз вот в это время. Так вот, в это время у Сатана есть сила обвинять, и в это время написано, что нужно, что нужно сделать, нужно опасаться, значит, заходить с этим, там, ну, где есть хоть малейшая опасность, нельзя заходить. Потому что в момент опасности Сатан, он говорит, а все равно он зашел в опасность, сейчас мы ему припомним все его грехи. Значит, сел пьяный за руль, тут Сатан, тут как тут, ага, значит, сам тебе жизнь недорога, значит, давай тебе, и давай сразу все вспомним, и наступил час расплаты. Значит, в момент опасности Сатан, он включает свое обвинение, и еще сказали наши мудрецы, что есть еще три, которые, три вещи, которые напоминают о грехах человека, написано это в трактате Брахот, 55 лист, я сейчас не помню, есть какие-то три вещи, которые напоминают о грехах человека, и в этот момент Сатан, он тут же включается, ну, то есть, как есть написано, заповедь, она влечет за собой следующую заповедь, а преступление влечет за собой следующее преступление. Начинаешь делать преступление, оно пошло-поехало, пошло-поехало, и все. Значит, что еще интересное здесь есть? Дальше он продолжает. А, значит, во всех этих особенностях есть четкая-четкая система, как установить Бога благословен Он. Есть время для суда, и суды есть разные. Написано, сказали наши мудрецы, что есть четыре разных периода, когда мир судится в течение года. Самый главный суд это это Роша-Шана. Так оно называется, день суда, начало года, это как раз судится за прошлый год и за следующий год. Вот сейчас заканчивается месяц, вернее, сейчас начало месяца ав. Девятая ава будет 16 июля выпадает. Потом, значит, ну, заканчивается июль, следующий месяц называется Элуль. Месяц Элуль это месяц, когда нужно готовиться к дню суда. Что значит готовиться? Это вспоминать все, что я делал неправильно в прошлом году и планировать жить правильно в следующем году. Потом Роша-Шана, это день суда, значит, в этот день нужно четко для себя решить, что следующий год не будет как прошлый, он будет лучше, правильнее и раскаяться во всех предыдущих делах, сделать шуву раскаяния и, значит, перейти в следующий год уже по-новому. Это главный суд. Теперь есть еще суд, например, Тубишвар, Новый год деревьев. Новый год деревьев, деревьев судят в этот, Новый год деревьев это зимой, примерно зимой это когда заканчивается как бы вот зимний период и начинаются уже пробуждаться летние. Новый год деревьев, в этот день есть суд, есть суд в Сукот, заводу, там есть разные суды, но основной это Роша-Шана. Теперь, значит, есть еще есть еще такая интересная вещь, значит, что даже в течение дня есть время, когда Бог очень строг. Есть интересная история в трактате Брахот, как написано, значит, дело было так, когда народ Израиля выходил из Египта и он уже подходил к, второй раз это после 40 лет пустыни, он подходил к, значит, к Израилю, в этот момент Моав вызвал Беляма. Значит, Моав, это был народ, который на месте, где сейчас Иордания, и, значит, тут подходит народ Израиля, два было по пути таких военных государств, как Спарта, как Чечня, Сихон и Башан. И евреи просто как, ну, так, три секунды, оп, захватили без единого убитого с еврейской стороны. Значит, тут видят этот Моав, что, ну, просто капец, ничего невозможно сделать. и они, значит, обращаются, они понимают, что силой просто еврейский народ не победить, и они обращаются к самому главному магу того времени, звали его Белям. И просят Беляма проклясть еврейский народ, чтобы каким-то образом повлиять на то, чтобы у них не было божественной поддержки. Этот Белям, он говорит, я ничего не могу против Бога сделать, что Бог скажет, то я сделаю, но я попытаюсь что-то придумать. И Талмуд объясняет, что он попытается придумать, он знал, есть специальное время, когда Бог гневается. И он в это время, если вот в это время, когда Бог гневается, так устроена эта система, это система. То есть, она устроена четко, как система, и, значит, Белям знал, когда Бог гневается, сдал специальный элемент в этой системе, когда, если в этот момент проклясть, то, ну, включается определенный процесс. То есть, Сатан, там, вся система начинает работать против того, кого прокляли, и он собирался проклясть, значит, 4 раза он собирался проклясть, и у него не получалось, потому что Бог в этот момент, он же Бог, он отключил, отключил этот гнев, то есть он в программе, он же все это присутствует, он отключил эту программу гнева, и Белям 4 раза пытался проклясть, и вместо этого он говорил благословение, потому что он был пророк, и он включался, хотел проклясть, а в этот момент через него шли благословения. И этот балак, царь Муава, он ему говорит, слушай, я тебя позвал проклясть, а ты благословляешь. Это абсолютно не дело. И говорит, я тебе платить не буду. Белян говорит, ну что я могу сделать? Ну я же предупреждал, что я против Бога не пойду. Я просто знаю закон, как влезть можно было, чтобы использовать этот днев Бога. Но, говорит, я тебе дам совет. Дам совет, он говорит. Совет такой. Если евреи начнут выступать против Бога и гневать Бога, то значит в этот момент их снимется защита. Все очень просто. Поэтому их Бог, говорит, Бог Израиля не любит разврат. Не любит разврат, и через это как раз легче всего их совратить. И дальше началась история, они посылали своих мавитяне, медианитяне, посылали своих дочерей, чтобы они совращали еврейских спецназовцев. Те по чуть-чуть начали совращаться. И потом, когда они уже совратились, следующим этапом было служение Италам. А дальше уже была снята защита. И в этот момент Бог, этот сам, в этот момент Белян пришел, он говорит, так сработало, пришел за деньгами этот Белян. Совет сработал. Но, значит, Машер Абейна, там была история, Пенхас убил одного из вождей колен, который привел в лагерь, да, привел медианитянку. Тех, которые грешили, их убили. Значит, то есть он остановил, как бы, это преступление. И началась война с медианом. А Белян как раз в это время пришел за деньгами. Он говорит, я свою работу сделал, заплатите. И убили его тоже, убили всех медианитян. Ну, то есть их всех убили. Это вот прямо актория записана. И, значит, это насчет времен, когда Бог гневается. Есть время, это первая половина дня, когда Бог гневается. Если в это время кого-то проклясть, то, значит, это очень сильно начинает работать. Но это время знают только те, которые, как Белян, он знал это время. Он был пророк, то есть он видел, как устроен эти духовный мир. И, значит, при этом это ему не мешало быть злодеем и злодеев, потому что он выбрал этот мир. Интересы этого мира. Значит, вот мы примерно узнали, как Бог управляет этим миром. То есть есть четкая система. Есть в этой системе на небе суды. В момент, когда человек делает преступление, на небе включается, на него все записывается. Счетчик. Но, значит, этот счетчик можно выключить, раскаявшись в преступлении и никогда больше его не повторяя. И вот как раз об этом сейчас Пертеевод. Как раз так совпадает, интересно, что Пертеевод, он, вот то, что мы учим в путь Бога, как работает система. А Пертеевод как раз попадает, как в этой системе работать. Что надо делать, чтобы быть праведным перед Богом и чтобы все было хорошо. И мы как раз перешли к, уже первый первый, мы закончили первую главу. И начинается сегодня вторая глава. Вторая глава. И Мишна, первая Мишна во второй главе называется так. Начинается так. Брехот, вода, наверное. Дай мне, может, вам что-то не видно. Значит, вторая глава. Начинается так. Раби Ханания. Сейчас. Не, мы уже даже вторую закончили. Мы начинаем третью главу. Конечно, мы начинаем третью главу как раз. Это вообще уже очень серьезная, серьезная заявка на... Да. Ну, в Дыра Гоши мы уже прошли больше половины. А здесь мы только третью начинаем главу. А всего есть пять глав Мишна и одна глава Барата. Ну, тоже мы почти половину уже. Значит, третья глава начинается с Мишны такой. Акавья бен Мяалалель Омер. Был такой Тана, великим мудрец. Звали его Акавья сын Мяалалеля. И он говорил. Истакель бешлужа дворин. Вена табалия де вера. Посмотри на три вещи, и ты не придешь к преступлению. Первое. Да. Ме айн бата. Знай, откуда ты пришел. На это невозможно посмотреть. Вот интересно, да? Он говорит. Посмотри на три вещи, и ты никогда не придешь к преступлению. Он сказал, посмотри. А продолжает. Ну, посмотри, имеется в виду. Пойми, посмотри. Знай. Он говорит. Откуда ты пришел. Вэляна таулэ. И куда ты идешь. Вэляф найми атаадит литэн динвэ хижбон. И перед тем ты в будущем будешь держать ответ. Динвэ хижбон это суд и отчет. Значит, если ты будешь знать эти три вещи, то ты не придешь к преступлению. И дальше он продолжает. Откуда ты пришел. Митипа струха. Пришел ты из капли смердящей. Переводят так. Переводчики такие с красивым русским языком. Я помню. А вообще струха это, ну, неприятно пахнущее. Вэляна таулэх. И куда ты идешь. Вместо праха, гниения и червей. Вэляф найми атаадит литэн динвэ хижбон. И перед тем ты в будущем будешь держать суд и ответ, отчет. Перед царем царей Богом благословен он. Вот если об этом помнить, он говорит, то никогда не придешь к преступлению. Причем Мишна это зашифрованный код. И тут интересно так написано. Что он говорит, посмотри на три вещи, и ты не придешь к преступлению. Знай, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед кем ты будешь в будущем держать отчет. И опять он повторяет, откуда ты пришел, из капли. То есть не нужно было бы этого, ну, то есть можно было бы сказать, посмотри на три вещи, и ты не придешь к преступлению. Откуда ты пришел, из капли, куда ты идешь, в могилу, и перед кем ты будешь держать перед Богом. А здесь повтор идет, да? То есть знай три вещи, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед кем будешь держать отчет. И дальше идет, откуда ты пришел, из капли. Говорят наши мудрецы, что здесь есть два слоя, как бы, да? Первый слой, он говорит о позитиве. Позитив, о котором, в принципе, его описать нельзя. Потому что откуда ты пришел, пришел-то ты все равно, душа приходит от Бога же. То есть, и это первое. Куда ты идешь, ты идешь туда же. То есть возвращаешься, опять же, к Богу. Шаг нам присоединяется к Богу. А перед тем будешь держать отчет, понятно, перед Богом. Это, как бы, такой высокий взгляд. Но большинство людей, не думая о высоком, они устремлены своим взглядом на материальный мир вокруг себя. Так он говорит, ты чуть ниже посмотри тогда. Откуда ты пришел? Да, что человек думает, да я, да я сейчас там вообще, ну, то есть... А рабе Акави Бельмелалели, он ему говорит, откуда ты пришел? Да, из капли смердящей. Что, куда ты задаешься, да? Человек там поднимает нос, я там, ну, не знаю, даже президент Украины. И что? Ну, Украины. Какой президент уже? Четвертый. Из Кольти, из, может, 50-ти, там, ну, сколько дальше будет, да? А что такое Украина? Это где, в Африке? Нет, не в Африке, это, там, в Европе. Ну, какая по счету страна в Европе? Ну, там, или в мире, если взять, по показателям, да? Ну, там, восьмой десяток, где-то посерединке, правильно? Всего стран 200, Украина где-то, там, ну, 80-70. 60. Так это царь Украины, можно сказать. Ну, на это самое в Украине, ну, как бы мощный, влиятельный человек. Он, ну, если вдуматься, то его все влияние, это настолько сиюминутно и, ну, такое, приходящее. И, значит, когда человек вспоминает, откуда он пришел, он уже не будет так задаваться и не будет так ценить вот эти вот, ну, приходящие вещи. Теперь, куда ты идешь, говорит, тоже Танна напоминает. И, действительно, человек, который очень беспокоится о своем теле, о своем, значит, который сильно беспокоится о своем материальном состоянии, то он должен понимать, что идет, а он, все это материальное состояние идет в землю вместо праха, гниения и червей. А вот перед тем, ты будешь держать в будущем отчет перед царей-царей, это тоже должно давать правильную перспективу в том, как надо действовать, что важно, что не важно. То есть, очень важно, все решения, они не могут быть правильно, неправильно. Все зависит от перспективы, от цели. Относительно этой цели решение там может быть правильно. Относительно другой цели это же решение может быть неправильно. Поэтому если взять правильную перспективу, кто ты, откуда пришел, куда идешь, перед тем будешь держать ответ и смотреть на все решения и события жизни с этой перспективы, то будет один как бы ракурс, одна система принятия решений. Если смотреть с другой перспективы, с узкой какой-то детальной перспективы, то можно совсем, например, лежать деньги на столе, если смотреть с перспективы деньги и я, и все, то что надо сделать с деньгами? Забрать, конечно, лежат и лежат. А если это ее деньги? Ну так она же слабее, чем я, правильно? Если мы смотрим на перспективу такую узкую, то тоже забрать, правильно? Но у нее там брат сидит посерьезнее, чем она. Значит не надо забрать, значит забрать не надо, правильно? То есть это все узкая перспектива. Если смотреть на ситуацию с перспективы божественной, то, конечно, не надо забрать, хоть брат сидит, хоть не брат сидит. Их не надо брать, это не твое, значит не бери. Ну, образно. И, значит, теперь кто такой был Ахаве Бен Мялалэль? Тут очень интересно, про него есть в Талмуде одна история. Значит, он по одному из вопросов он спорил с мудрецами. Четыре даже, не по одному, четыре было вопроса, где он расходился с мудрецами своего поколения. И они ему говорили, слушай, откажись, вот, ну, встань на нашу сторону в этих, это были вопросы по закону, как понимать закон. Значит, согласись с нами, и мы тебя сделаем главой вообще суда. То есть главного суда, конституционного главного суда мы тебя сделаем, то есть самым великим мудрецом. Он говорит, нет, я не откажусь, потому что это истина. Это истина, я слышал это от своих учителей, я верю, что это так, это истина, я не откажусь. Значит, они говорят, ну, если не откажешься, мы тебя не сделаем. Он говорит, ну, какая разница, не делайте. И не сделали его главой суда, хотя он был по каким-то духовным показателям самый святой человек того времени, самый знающий. Но он, так как он не соглашался с большинством, то его не могли поставить главой суда. Теперь, когда он умирал, он позвал своего сына, и сыну говорит, ты знаешь, говорит, в этом вопросе, в этом вопросе, где у нас спор, ты должен идти по мнению мудрецов. Сын говорит, как, ты же не мог отказаться от этого, ну, чтобы ставить главой суда, а сейчас ты вдруг мне говоришь, чтобы я шел по мнению мудрецов. Он говорит, смотри, я слышал от своих учителей, от многих, и они слышали, мудрецы слышали от своих учителей, от многих. Поэтому я не откажусь от этого мнения, потому что я в нем уверен. Но ты уже слышал от одного, от меня, и от многих, от их. А в Торе сказано, что за большинством, надо идти в спорных вопросах, за большинством. Поэтому, говорит, ты должен идти за ними. Сын говорит, хорошо, говорит, но ты тогда пойди за меня поговори, чтобы меня дали мне хорошую должность, ну, как бы в уважении тебя, к тому же это вопрос был какой-то принципиальный. Да. Что ему ответил Акавия Беннеллэль? Он говорит, мне говорит, не пойду. Он говорит, твои дела, они тебя приблизят к Богу, и твои дела, они могут тебя отдалить от Бога. И поэтому, говорит, все должно быть справедливо, честно, поэтому, говорит, я за тебя не пойду. И отсюда мы учим, насколько истина была для него важна. Вот так вот. Значит, это Акавия Беннеллэль. Теперь, что можно из его слов, как бы, вынести для себя. Здесь интересных есть пару таких вот дополнений. Одно из них, сейчас. Одна из них, история про царя Минаша. Значит, здесь была такая история. Как мы уже говорили, что, ну, есть суд, Динвэй Хишбон. То есть, главный суд, он после смерти. Суды Броша Шана, это суды, они о том, каким будет будущий год. Но это все условия игры, ну, как бы, все материальное, все события в жизни, это только инструменты для повышения духовного уровня или понижения духовного уровня. И быть, например, очень богатым, это опаснее, чем быть менее богатым для духовного уровня, да, потому что начинаются совершенно другие соблазны, другие, другой спрос за, ну, и так далее. Быть очень бедным тоже опасно, потому что возникают вопросы, украсть, не украсть, ну, и так далее. Да, то есть, любая ситуация, это только имеет смысл по отношению к духовному росту человека, и что он выбирает, добро, зло, идти в сторону духовности, в сторону материальности. Это все вопросы этого мира решаются в Роша Шана, какой будет следующий год. Причем решается, бывает, что человек, например, он вроде и все хороший, ну, там, он старается работать, а в стране кризис, он попал под раздачу, потому что страна, она идет не в том направлении. Ну, то есть, для него есть личный, как бы, зачет, есть командный зачет, есть очень много разных аспектов вот на этом небесном суде, которые решают, что будет человеком в этом мире. Но, даже есть такой интересный момент, вот я сейчас вспомнил, насчет опасности, когда этот сатан обвиняют. Есть такой закон, что если кто-то в семье умирает, то год после этого вся семья находится в опасности, и поэтому нужно, там, ну, минимизировать какие-то вещи, связанные с опасностями, ну, и так далее. Есть, то есть, когда есть, заходишь в место опасное, то уже в этом месте потом действуют совершенно другие законы. Еще я вспомнил сейчас важную вещь, касаемую Рамхая, да, вот насчет, когда сатан обвиняют. Есть мишна, мы учили в Киртьевод, что Архек и Шахенра отдались от плохого соседа, и Альтит Хабер Лераша, не присоединяйся к злодею даже в хорошем деле, и тебе не придется потом отчаиваться от расплаты. То есть, человек в плохом селец этом районе. Вот мне недавно рассказывали историю, как один из таких очень известных, богатых людей послал сына учиться в Швейцарию. Сын приехал в Швейцарию, очень престижная школа, там было в одной комнате жило пятеро ребят, из очень, ну, все из обеспеченных семей, которые могли послать детей в Швейцарию. Они очень быстро попробовали легкие наркотики, потом они перешли на более тяжелые наркотики, потом они перешли на самые тяжелые наркотики, и из пяти этих ребят остался в живых только один. В итоге за несколько лет после окончания престижной швейцарской школы они все умерли. Почему? Сосед. Отдались от плохого соседа. Потому что с тем поведешься, от того и наберешься. Это место опасности. И как только вокруг есть опасность, то лучше от этого места отдалиться, потому что сатан обвиняет именно в опасном месте. Теперь, так вернемся сюда. Значит, вернемся сюда, но главный суд после смерти. Главный суд, он идет, когда умираешь, и итог жизни. Подводится итог жизни, удостоился вечной жизни или не удостоился. Здесь, конечно, страшно терять, когда человек боится обычной смерти, но она неизбежна. А потом он умирает и понимает, что он просто исчезает. Он мог бы жить вечно, а он исчезает. Это страшно. Обидно, страшно. Ему там показали родственников, а когда суд идет, это очень страшная штука. Значит, когда умираешь, это как кинозал. И показывают, всю жизнь показывают на экране, сидит там, ну, образно сидит, да? Все-все-все смотрят, ну как? И показывают, начинают все вообще события жизни, днем и ночью, вечером и утром. Если шву делаешь, то показывают. Если шву делаешь, то не показывают. Шву, когда делаешь, схираешь. Там целые куски фильма будут вырезаны. Значит, когда делаешь раскаяние, целые куски фильма вырезаются, просто стираешь. Это да, да, можно прямо все это вырезать и оставить только моменты, когда ты служишь Богу, молишься, помогаешь кому-то. Значит, теперь был такой царь Минаше. Царь Минаше, про него написано, что есть, 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 смешно, это Талмуд, трактат называется Санедрин, и есть там глава, которая называется Хэлок, полностью посвящена вопросам грядущего мира, суда, воздаяния, ну и так далее. И там в этой главе, в этой главе написано так, что, Коль Исраэль, Ешлаэм, Хэлок, Ла Маба, как раз, противод начинает с этой главы, каждый Исраэль, каждый еврей, есть у них доля в грядущем мире. И, Коль Исраэль, Ешлаэм, Хэлок, Ла Маба, Шенэм, Там идет из пророков доказательство, откуда мы это учим. И дальше идет И есть эти, у которых нету доли в грядущем мире. Идет перечисление тех, у кого нет доли в грядущем мире. И там перечисляются, интересно, перечисляются три царя, среди них Минаши, и четыре не царя, и среди них вот этот Белян, Белян, который проклинал еврейский народ. Тут тоже возникает некая путаница, потому что Белян вообще не был еврей. Он был не еврей. Отсюда из Беляна учится, что у неевреев тоже есть доля в грядущем мире. А у каких, у тех, которые знают, что есть Бог, и которые с Богом имеют отношение, как Белян имел отношение с Богом, но он потерял долю в грядущем мире, потому что он пошел против Бога. Это, кстати, вот из этого учится, что, ну, как вообще вся система работает. Но интересно, что царь Минаша, о котором сказано, что у него нет доли в грядущем мире. Дальше Мишна продолжает. Мудрецы говорят, что есть у него доля в грядущем мире. Откуда они это учат? Написано в Танахе, в Писаниях написано, что Минаша раскаялся, сделал чуву и вернулся на престол. Значит, Бог его простил. Так, те, которые говорят, что у него нет доли в грядущем мире, они говорят, это не доказательство, что у него есть доля в грядущем мире. Бог его простил, на престол вернул, но долю в грядущем мире не вернул то есть он в этом мире как бы получил но он вернулся на царство а грядущий мир он потерял почему на вокруг минаж и такие огромные споры потому что он сделал все преступления которые были написаны в торе и сделал их осознанно то есть он шел специально против бога и сделал он даже не проверили просто шел как вот я царь минаж и я щас буду идти против бога то есть он знал как работает система не как бы хатер какой был есть хатер который не боятся идти там против банковских систем дадут они бах ворут номера кредитах идут против и женщин америка цру фбр там а хатер говорит а мне наплевать я сейчас буду на них нападать да и потом значит хатер и удивляются сидя в тюрьме да когда и вдруг там оказывается что или там уже торговец оружием бут да он выступает против америки америка это америка и он удивляется что будет этом в какой-то азиатской стране ловят выдают америке минаж шел против бога и проверял как работает система 20 лет все было нормально он чувствовал себя представляете насколько вот это вот личная гордость его человека она он говорит да я вообще в этом мире сильнее бога как думал не наши но тут приходит соседнее царство ассирийская и приходит войско иерусалим захватывают минаж берут в рабство привозят его в вавилон садят в тюрьму и он сидит в тюрьме и плачет и говорит господи прости но я как бы я думал что я выше всех оказывается же его часть сижу и не знаю меня завтра убьют а в то время цари ну там глаза могли выколоть пальцы на руках на ногах обрубить но для развлечения то есть казнь это самолетом оказь была публично или сжечь или повесить публично народ это до сих пор вот в иране где на месте вот этого вавилона иран ирак то есть у них это все обставляется красиво весело забивание камнями там на могут за веревку прицепить мотоциклу и гнать по улицам это сейчас делается в палестине ну там чуть ли не каждый день такой вот вид казни да и он понимал что что все и вот он сидит минаша и молится в тюрьме прости меня прости проси меня прости в общем и бог его прощает бог его прощает царю вавилонскому он ему говорит слушай минаша ты оказывается неплохой парень и ночью приснилось ну а можно было не совсем так но фактом является то что он отпускает минаша из тюрьмы возвращает в иерусалим и ставит его обратно царем и минаша после этого 30 лет он является царем в иерусалиме но же правильно то есть он выполняет все заповеди он все делает ходит в штрафе ли с вот с этими пейсами все как положено ну то есть все выполняет и значит так почему спорят мудрецы есть у него доля в грядущем мире или нет написано так что в книге книги млохим цари это писание да написано что перечислены все его злые дела и не написано в книге млохим что он сделал шубу вообще не написано что он раскаялся а в книге деврея мим значит это следующая книга после млохим тоже писание тоже танах написано что когда же бараху привел его после того как он привел на них ассирийских царей и они его захватили и они его арестовали и потом они его отпустили что он вернулся к богу сделать шву и написано что он вернулся к богу и бог его простил как 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 это понять как это понять очень просто первую книгу написал пророк ирмия который жил еще во времена первого храма когда все это действие происходило с минаши и минаши сделал шву но есть такой закон раскаяться можно в любых преступлениях и бог все прощает кроме одного если человек сделал грешниками других людей и они продолжают грешить будет несправедливо если он который создал в мире столько очагов зла то есть он взял праведных людей заставил их грешить и он в этот момент он вернется к шву он чистенький они грешат нет поэтому как раз вот всех этих нацистских преступников верхних казнили хотя они не участвовали как бы преступлениями они сами никого не убивали но они запустили всю эту машину и вот минаши который запустил вот это злое до поклонства он не мог ему не давал бог вернуться по-настоящему краска не потому что люди служили идолом те кого он научил и заставил служить идолом они служили теперь книга деврея а я ним она написана во времена пророк эзра это было поколение которые уже вернулись из вавилонского изгнания то есть скоро весь народ за то что первый храм был разрушен за то что служили идолом за разврат из-за кровопролития это было три греха за которые было разрушен первый храм 9 вам был разрушен и весь и в действии народ был угнан на 70 лет в изгнание вавилон там были события которых курим о которых рассказывается в курим и все сделали шуму и после этого разрешили вернуться и вот пророк эзра и это было первое поколение которые построили второй храм и первое что они сделали они все вместе собрались и убрали я царара который заставлял служить идолом то есть злое начало то часть в душе которая побуждала служить идолом и они и убрали вместе с ней исчезло пророчество вместе с этой частью но именно когда эзра писал книгу еврея мим уже не было страсти к идолопоклонству значит идолом не служили а значит тот грех который минаж из дел и он заставил их служить идолом и они служили идолом то есть это было мадия колдовство там то что они получали огромное наслаждение управляя без без разрешения бога управляя вот эта реальность вот это и дало поклонства и они перестали это делать ну потому что мудрецы как раз в поколении эзры просто отключили этот модуль они отключили теперь значит то зло которое сделал минаж исчезла а значит его раскаяние было принято вступило в силу и поэтому поэтому вот этот весь спор но на самом деле спора нет то есть когда исчезла последствия этого зла который он сделал а он он попадал попал куда надо грядущий мир это первое интересное такое дополнение к этой мишне и второе очень интересное дополнение она звучит так значит написано есть такой пример как одного человека позвал царь позвал царь очень такой жесткий царь позвал его к себе и это чек боится шучат царь ему будет ну царь непонятно он ему часа может его казнить миловать наградить назначить там все что все что угодно может делаться раньше как люди дошли к царю вот так вот трусили что сейчас он сделает вообще непонятно может казнить может помиловать у него было три друга у этого человека и значит он друзьям говорит пошли со мной пошли со мной один говорит ты знаешь говорит я тебя сейчас благословлю и подожду дома то есть мое благословение но тоже много значит сюда где ну я сейчас вот прямо от всего сердца благословлю но не пойдем второй друг ему говорит знают говорит я тебя провожу до дворца до дворца чтобы был спокойно видели что ни один машина один пришел я тебя подожду за дверью но царем они пойдут и уже сам а третий друг говорит я с тобой пойду к царю будут за тебя говорить что ты хорошие что что я буду за тебя давать хорошие рекомендации. Так вот этот пример, о чем он говорит. Живет человек, основное усилие человека в материальном мире это накопление материальных каких-то вещей, деньги, то есть создание материальной силы. Теперь, когда наступает сложный момент в жизни, то первое, что он отдает, это деньги. То есть заболевает, не дай бог, человек там или что, деньги идут на врачей, на... Ну вот я много раз видел, как люди заболевали, не дай бог, чтобы с тем такого не было, и отдавали все свои деньги, там все, что было, только чтобы выздороветь. Это как первый друг. То есть он может благословить, деньги они важны, это сила, это мощность, это хорошо, но они могут оказать ограниченное влияние на жизнь человека, ну в сторону позитива. Теперь второй друг, который проводил до дворца царя, это родственники, семья. Когда человеку плохо, он заболевает, то родственники, они ему помогают, ну в итоге с ним остается только его семья, которая его провожает до могилы уже, да, даже если он умрет, то семья, она его проводит до могилы, будет за него там молиться, переживать, плакать, ну только семья. Это второй друг, человека, семья. И третий друг, это его добрые дела, тора и заповеди, которые с ним идут до самого суда, заходят с ним вместе на суд, даже идут впереди, чем он, и отгоняют всех обвинителей, и говорят, слушай, он сделал столько добрых дел, этому помог, этому помог, этому помог. И дальше он приходит на суд, и у него в руках есть только тора, который он выучил, добрые дела, и заповеди, которые он успел исполнить. Вот такая вот интересная метафора, сравнение, которое рассказывал Мадид из Дубна, о как раз, о этой Мишне, о том, три друга, которые есть у человека, и насколько каждый из них далеко с ним идет. Вот, это вот Мишна, еще раз скажу ее, Раби Акави бен Меалалель говорил, посмотри на три вещи, и ты не придешь к преступлению. Знай, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед тем ты будешь держать Динвахишбон, ну, отчет, да. Значит, откуда ты пришел, из капли смердячей. Ничего в этом деле нет хорошего, оно из одной капли появилось, развилось, потом засохло, и все. И куда ты идешь, вместо гниения, это куда тело идет, вместо праха, гниения и червей. Модила, это куда уйдет тело, и все. И перед тем ты будешь держать отчет, перед царем царей, Богом, благословен он. Если об этом помнить, то, конечно, смысл греши, есть смысл, ну, никакого нет смысла грешить, есть смысл делать шуву, раскаиваться, делать добрые дела, учить Тору, и выполнять заповеди. А чтобы выполнять заповеди, сейчас мы узнаем, срочно, 38-я заповедь, какую можно сделать заповедь, сейчас мы узнаем, какая есть заповедь, 38-я, номер 38, повелевающая заповедь, которая, она как броня, как одежда, которая позволяет на небе, о 38-я заповедь, очень доступная, понятная, простая заповедь, есть повелевающая заповедь Исторы, давать дзаку, бедным, в Израиле, в народе Израиля, все заповеди, они действуют, в заповеди Исторы, действуют для Израиля, для народа Израиля, это обязательные заповеди, если их делает кто-то, кто не военно обязанный, да, то для него это идет в зачет, ну это тоже, но он не обязан, то есть он может, может делать, может не делать, да, но если еврей не делает это, у него огромные проблемы, огромные проблемы, и, значит, если делает это, у него огромные плюсы, если нееврей делает это, то это супер-мега-бинго, бонус, Если не делает, никакой проблемы нету, потому что не обязан делать. Вот такая вот простая математика. Значит, откуда мы знаем, что есть митцва, повелевающая заповедь истории, давать звуку бедным? Написано в книге Дворим, «Патоах тифтах эт ядеха». «Открой, открой руку твою». И объясняли наши мудрецы, что такое «открой, открой». «Открой, открой» — это даже если несколько раз. И еще сказано в книге Ваикра, что и поддержи ты пришельца и жителя. Пришельца — это тот, кто взял нас, не и дал поклонник. Пришельца — это не и дал поклонник, который верит в Бога и соблюдает всем заповедей для сыновей Ноаха. Его тоже есть митцва поддерживать и давать ему тздаку. Значит, поддержи пришельца или жителя страны, да? Значит, Вахай и Мах, и пусть они живут вместе с тобой. То есть, если тебе Бог дает, так ты должен поддержать тех, кто вокруг себя. Еще написано там же, что и пусть будет жить твой брат с тобой. Теперь дальше. И нужно давать, и нужно давать. Сколько нужно давать? Девчонки. Как? Что, Девчонки? Хочет жить с сестрами. Ага, да. Да, да. И нужно давать столько, сколько подходит этому бедному. Что имеется в виду? Значит, сейчас секундочку, что-то оно перестало работать. Так. Надо давать столько, сколько подходит этому бедному. Что значит подходит этому бедному? По тому, что ему не хватает. Если нет у него одежды, то дает ему одежду, чтобы надеть его. И то, что ему нужно. Сейчас. И если, но если тот, кто дает, у него не хватает, то дает ему столько, сколько может дать. Столько, сколько может дать. И даже бедный, который сам живет, у него доход единственный, это от сдака, он должен давать сдаку другим. Милостынию другим он должен давать. То есть тут очень важен сам... Давайте я сейчас дочитаю, а потом расскажу то, что я об этом знаю. Значит, бедный, который твой родственник, твой родственник, он имеет преимущество перед другим любым человеком. То есть родственник, дальний родственник, ему надо в первую очередь помогать. Те, кто бедные, которые в твоем доме живут, они, ну или вокруг твоего дома, твой район, они имеют преимущество перед бедными, которые из твоего города. То есть в первую очередь родственникам надо помогать. Во вторую очередь тем, кто... По месту жительства дальше. Потом город важнее, чем из города другого. Это, как сказано, для брата твоего, для бедного твоего, для... который в твоей стране. То есть это они имеют преимущество. И каждый, кто видит бедного, который просит, и отвернулся от него, и не дал ему цдака, он не выполнил повелевающую заповедь, и нарушил запрещающую заповедь. Значит, и это очень страшное преступление, и называется тот, кто так сделал, грешник и злодей. Значит, дальше, что написано. И мы должны быть очень осторожны в этой заповеди, больше, чем в других повелевающих заповедей. И давать цдаку, давать вот эту милостыню, это признак потомства Авраама, который был очень добрый человек, который всем помогал. И вообще существует Израиль, как народ и как понятие, и религия, еврейская религия, она существует только на вот этом вот, на цдаке, на милосердии, которое существует. Как сказано в пророке Ишаяху, цьонбамешпаттипаде вешеве бетцдака. Значит, что вообще будет завершение изгнания, будет как раз через вот эту вот цдаку. А каждый, кто жестокий, нужно проверить вообще его происхождение, потому что жестокость, она, это признак идолопоклонников, которые не верят в Бога, и, значит, надо его проверить по происхождению. Значит, и все, весь Израиль, весь народ Израиля, как братья, как сказано в книге Дворим, сыновья вы для Бога Всесильного вашего, и разве не будет милосерден брат над братом? И если он не будет милосерден брат над братом, то кто над ним будет милосердным? А, еще очень важная вещь, он пишет, что нужно давать с приятным выражением лица и в радости. То есть не так, что «на» там типа, «на» там, «вот возьмите там, как у вас», то есть быть добрым. И никогда не будет зла, если ты даешь сдаку. И никогда человек не обеднеет, давая сдаку. Значит, и нужно сказать еще добрые слова бедному, и запрещено кричать на него, поднимать голос, потому что и так сердце его разрушено, ему и так плохо, раз он просит. И значит, очень большая проблема будет у тех, кто позорит и плохо относится к бедным. Значит, тот, кто побуждает других делать сдаку, интересно, что его награда больше, чем награда того, кто дает. Тот, кто побуждает других, помогает. И каждый, кто милосерден к другим, то на небе будут милосердны на него. Как сказано в книге Дворим, «И дам я тебе милосердие, и тот, кто будет милосерден с тобой, я его умножу». Значит, самая большая заповедь – это пиден швы им, это выкуп пленных. Нет митцвы больше, чем это, значит, выкупать пленных. Это огромная заповедь. И эта заповедь, она в любом месте, в любое время, и для мужчин, и для женщин она обязательна. Я сейчас вспоминаю теперь несколько практических вещей из этого вытекающих. То есть, закон такой, что как ты, «Ми дашь Адаму дед, мы дадим лоб». Та мера, которую человек меряет, меряют ему. Теперь, поэтому, если человек хочет, чтобы ему с неба давали, давали много, выполняли его просьбы, то нужно пробуждать такое же отношение в мире вообще. И когда сидит бедный, собирает деньги, и тут вдруг ему бах, там, дали какую-то денежку, да, неважно, какую-то дали денежку, в этот момент, если это для него неожиданно, важно, и огромная для него радость, то в этот момент пробуждается такая же штука на небе, когда такой же, как складывается депозит, грубо говоря. Теперь есть нюанс, что бедные, бедному рознь. Есть бедные аферисты, обманщики, злодеи, ну и так далее. Есть бедные, которые очень бедные, они не просят. И вот задача найти такого бедного, которому действительно эта помощь, она будет как мана небесная, как из неба, стать для него как ангел. Лучше всего, который не просит, который, ну и реально ему тяжело, и вот бывает, что там 100 долларов могут спасти человеку жизнь, там лекарства какое-то, еще что-то. Теперь лучше всего, когда этот человек, он верит в Бога, и за это он начинает благодарить Бога. То есть, как бы тогда вообще вся система замыкается, то есть, это митцва, верующему человеку, который верит в Бога, и так далее. То есть, лучше всего помогать тем, кто верит в Бога. Теперь, если, ну, не знаешь, что это за человек, то есть, отказывать нельзя, но если ты не знаешь, что это за человек, нет никакой обязанности, давать ему много. Если отказывать, лучше не отказывай, да, написано, не оскудеет рука дающего. Ну, можно дать ему 5 гривен, 10 гривен, и тогда, если он честный человек, он скажет спасибо и уйдет. Если он начнет кричать, то он откроет, что он злодей. Теперь, есть еще одна интересная, я слышал историю, от, это рассказывал Раф Блайф, когда-то в одном городе был великий такой раввин, великий раввин, рэба большой, и он, он ходил, собирал деньги два раза в год. Два раза в год он ходил, собирал деньги, перед Песохом, и раздавал, он со всех домов собирал деньги, и раздавал бедным. И второй раз, перед зимой, на суккот, он собирал деньги, и раздавал деньги для дров на зиму. И тут, в этот город, небольшой город, приезжает, приезжает человек, показывает письма, и говорит, нужно срочно выкупать пленного, его должны убить, он сидит в тюрьме, срочно нужно выкупать пленного, вообще без, ну, это огромная заповедь, это дзака самого высшего уровня. Рэбе собрался, и с ним пошел собирать по домам деньги. Собирал он деньги, собрал сумму, крупную сумму, этот человек говорит, все, давайте деньги, я поеду. Он говорит, нет, я вам деньги сейчас не дам, я вам дам завтра, после шахарита. Тот говорит, срочное дело, как, надо собирать, надо срочно выкупать. Он говорит, нет, я вам дам деньги, только завтра, после утренней молитвы, я вам дам деньги. Тот хорошо говорит, я сейчас поеду в другой город собирать, а на обратном пути, я заеду к вам, заберу эти деньги. У меня нет времени, надо спасать, надо собирать, и уехал. Значит, на следующий день, после шахарита, в этот город приезжает полиция, и говорят, мы ищем афериста, который уже проехал, а в то время не было, ни телефона, ни телеграфа, значит, который уже проехал по городам, и собрал везде, он собирал деньги, на выкупленных, а на самом деле он аферист. Ну, вся община крови, вы ему отдали деньги? Он говорит, нет, не отдал. Те говорят, как же вы ему не отдали деньги? Это же, вообще у вас было, пророчество, значит, как же вы, как вы определили, что он аферист? Он говорит, вы понимаете, я, ну, уже много лет собираю два раза в год, и я знаю, что вот я прихожу в дом, и говорю, что вот вы, там, ну, я примерно знаю, кто с чем занимается, кто сколько зарабатывает, и говорю, вы должны дать там 100 рублей. И каждый раз, начинается долгий разговор, что в этом году дела не очень, мне надо дочку выдавать замуж, и у нас сложная ситуация. Ну, я понимаю, что из этого дома я ухожу, с семью 10 рублей, из этого с 50, из этого, то есть я знаю, сколько просить, я знаю, что каждый раз, с каким скрипом, ну, то есть постоянно получается, ну, тяжело людям давать деньги, дают, но тяжело. А в этот раз, говорит, я шел в каждый дом, куда бы я ни заходил, говорю сумму, там, 100 рублей, на, там, 50 рублей, нате 100, значит, все вообще. И, говорит, я, это было очень необычно. И, говорит, я понимаю, что, когда я собирал на митцву, на настоящую, на заповедь, ецарара, злое начало, всячески сатан сопротивлялся, и не давал сделать митцву, и люди с таким скрипом, с трудом давали. Но, в этот раз, я видел, что вообще, ну, я, ну, я, это просто было необычно, и не похоже. И я задумался, решил подождать до утра, утро вечера мудренее, значит, Бог даст какой-то знак. И, это поэтому произошло. Поэтому дать в правильное место очень тяжело. Очень тяжело. Есть известная история насчет задати, когда один умер, и на суде, на небе, как раз, посчитали все его дела, добрые, злые, все его заповеди, немногочисленные, все его выученные листы Торы, которых практически не было. И, значит, выносится постановление, что он исчезает в ад, и на исчезновение. Он говорит, подождите, я же давал дзлаку, я же давал дзлаку, вот у меня все записано, я давал дзлаку. Ему говорят, сейчас мы проверим, проверили, говорят, вы действительно давали, но вы давали не туда, то есть, ваша дзлака оказалась не туда. Но, чтобы все было честно, вот мы вам ее возвращаем. давать туда, это очень-очень важно. Но, опять же, если человек чистой совестью давал, я недавно слышал историю от одного олигарха, очень меня эта история конкретно, она его сделала религиозным, и она, ну вот, факт, человек, которому нет никакого смысла врать, очень такой ответственный, богатый, очень богатый такой человек, влиятельный, он рассказывал историю, что он приходил в синагогу на Роша Шана, там, ну, просто, ну, как в клуб куда-то, да, зашел, ну, я еврей, есть еврестий клуб, синагога, и там на Роша Шана есть, продают алиот, продают выходы к Тории на разные, разные там заповеди, которые, ну, там, первое, второе, есть алиот, который открывают, да, выносят второе, и так далее, все эти деньги идут на ЦДАКУ, но, кого вызвать, решается к методам аукциона, кто больше даст, того вызывают, но, деньги все идут на ЦДАКУ, значит, есть одна из алиот, которая, это сгула, ну, сгула, это как средство для того, чтобы родились сыновья, а он говорит, мы с женой уже были там за 40 лет, уже ближе там к 50, и уже взрослые дети, старшие выросли, и говорит, мы хотели много лет ребенку, но уже думали, что не будет, и тут я думаю, вот такая возможность, ну, а чего нет, и доброе дело сделаю, и, а вдруг сработает, и говорит, начинаю поднимать сумму, а со мной кто-то другой соревнуется, и, значит, у нас соревнования, 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 аукцион, я выигрываю, выигрываю, покупаю эту алию, и, значит, думаю потом, кто же это был, узнаю второй, там мой знакомый один, который хотел для своего друга купить эту алию, у которого много лет тоже не было детей, у того уже были дети, он хотел для друга купить, значит, рожа жена это два дня, я ему говорю, ну завтра, давай ты завтра купишь, хорошо, значит, тот покупает завтра для этого друга, потом проходит рожа жена два дня, и он говорит, мы сидим в четыре еврея, сидим и обсуждаем, что происходило на рожа жена, и говорит, как раз тот, который купил во второй день, я еще двое, и вот как это работает, не работает, и тут я говорю, слушайте, ребята, вы обрезанные хоть, вы сделали обрезание, они говорят, нет, не делали, мы, мол, еще не созрели, знаете, есть такой ответ, что я еще не созрел, а куда же надо тут зреть, ну то есть это показывает, ну очень минимальный уровень веры, и он был не обрезан, и он ему говорит, давайте все, летим сейчас в Иерусалим, вот прямо завтра утром, летим в Иерусалим, и делаем обрезание, они да ну, да что, да как, в общем, еще чуть-чуть выпили, и договорились, он говорит, я покупаю билеты, все, и на следующий день они полетели в Иерусалим, полетели в Иерусалим, сделали вчетвером обрезание, теперь факты, чистые факты, через 9 месяцев и 3 недели, в один и тот же день, у двух родился сын, который купили, да, да, который купили, а у тех двух, которые не купили, ну, которые тоже с ними полетели, сделали обрезание, как раз эти 10 дней раскаяния, когда выносится, вот на следующий год, выносится, как бы матрица решения, то есть, Рожешная это суд, потом 10 дней, когда можно это протестовать, и потом, Йомки Пур, когда уже все закрывается, печать и все, и у тех двоих тоже родились мальчики, у них, у четверых в этом году родились мальчики, но что интересно, у двоих в один день, через 9, через 9 месяцев и 3 недели, после Рожешины. Интересно, что у рождения детей читают как раз отрывок, когда у хана не было детей, и она пришла молиться, и пророк Эли, первосвященник Эли ее благословил, и у нее родился потом пророк Шмуль, это вот читается в Рожешина, и, ну, в общем, вот так вот это все происходит, поэтому, тздока, она спасает даже от смерти, нужно давать тздоку, давать нужно тздоку, желательно духовным людям, давать, ну, чем сложнее дать, тем она сильнее работает, значит, неизвестным людям нужно давать по чуть-чуть, но давать, потому что, как мы хотим, чтобы Бог давал нам, даже когда мы не сильно достойны, но мы хотим, чтобы Он давал, значит, надо давать, не сильно быть таким вот, педантично проверяющим, потому что, если на небе начнут проверять каждого из нас, то тоже найдут, к чему придраться, поэтому нужно не придираться особо к другим, чтобы не придирались особо к вам, и давать тздоку, все, значит, мы сегодня заканчиваем.